добрейшего всем времени суток вот такой тестовый аквариум через два месяца но в принципе земля для пальм не работает нормально то есть месяц она отработала и вот второй месяц я уже сюда на втором месяце я добавляю сюда удобрения жидкие самомесы макро железо поэтому тест заканчивается через два месяца до монте-карло немножко принялась лимонник после стрижки немножко уже такой расти начал распушился альтернатера относительно неплохо выглядит рынок амине тоже после стрижки но все это жидкие удобрения рада вот в углу прекрасно себя чувствует вот такой вот тест получился светильник здесь чехера серии си а третьей ступени 361 фильтр подвесной рюкзачок я тут для съемок ничего тут не промывал кстати месяц никакие стекла я тут не чистил не сифонил то есть вот все тут в первозданном виде минимум обслуживания может быть кто-нибудь скажет что надо было подмены воды делать подмены воды ничего не меняют подложка просто из земли уже не работала через месяц вообще то есть немножко конечно адаптировались растения в первый месяц лимонник был неплох альтернатера ожила немножко ротала расти стала но это я считаю не работа подложки и вообще земли земель так сказать которые я использовал лучшие результаты всегда показывал грунт для кактусов и суккулентов а также земля универсальная цветочную я только не использовал цветочная она жирнова то я считаю для аквариума вполне хватает универсальной поэтому смотрите сами что вам лучше использовать вот грунт для лимонов я пробовал из такой вот земли также провод грунт для пальм не он не понравился результат вы можете сами посмотреть на канале ролики были про все эти аквариумы в этом аквариуме с обитателей гупи эндлеров тут один самец тигровый и три самочки сидят они переедут в другой аквариум потому что этот аквариум я уже после съемки разберу аквариум 15 литров основной грунт здесь песок речной слой земли был это сантиметр может быть побольше но плохо она работала эта земля то есть месяц она нормально работала потом просто перестала ничего тут я не менял все как было все как было на других тестах с другой землей поэтому землю для кактусов я тестировать не буду универсальную тоже не буду потому что я на ней на этих грунтах запускал уже аквариумы не то что тестовые просто мне были на этом аквариум запущены поэтому я не вижу смысла их тестировать они работают работают нормально в отличие вот от этих двух других на это место я как раз тут размещу аквариуму мне тут планируется с лягушками здесь вот немножко в стороне стоит сейчас темный свет здесь не горит там крипто карины посадил синодору стене льос или нежный то есть там вот такие растения так альтернатера выглядит неплохо может быть микро надо было добавлять я сюда добавлял только макроудобрения самомеса то есть нитрат фосфат и железо если бы я думаю микро еще добавил я думаю вид был бы еще интереснее но вполне так неплохо выглядит немножко просто бледновато мы здесь свет такой все-таки чехирос именно сих у него достаточно холодный свет поэтому так красное растение выглядит лимонник такого зеленого нормального цвета но обидно все таки что плохо сработала земля потому что мунте карло здесь потихонечку конечно на жидких удобрениях в рост пошла уже я буду конечно это аквариум разбирать так песок чистый стекла не обрастали то есть в этом плане конечно для старта может быть и можно использовать эту землю но именно вот первый месяц только чтобы растение адаптировались но потом опять надо будет добавлять удобрения фильтр тоже не сильно загрязнен был за два месяца и один раз только промывал здесь обитатели не так много поэтому он не был таким грязным то есть земля не выделяла слишком много питания но соответственно и она и воду не красила то есть гуминовых тут мало было поэтому и вода была все время такая прозрачная а не желтая как при использовании грунта для кактусов врата мне конечно порадовала она тут с одной вообще хилые веточки разрослась уже более-менее нормально в другой аквариум и пересажу а может к лягушкам посажу не знаю просто у лягушки еще не решу какой светильник будет не светильник вернее свет то будет как раз вот с этого аквариума я еще не решил какой мощности потому что в принципе там такие теневыносливое растение газон там не будет это точно потому что лягушки они все-таки там в грунт могут не закапываться ну так рыть его немножко поэтому там никаких пачку покровок никаких ковриков поэтому свет яркий ты не нужен там нужны растения с достаточно мощной корневой системы хотя лягушки будут маленькие карликовые слой подложки видно можно был грунт конечно и побольше насыпать и меду основного слой ну здесь аквариум небольшой обитателей мало ничего тут не закисала никаких тут пузырей не было да я прошлую тогда промывал из подлиму землю для лимонов тоже было для цитрусовых тоже она нормального запаха ничего тут не кисло не пропадала альтернатора хотя бы немножко подросла но на грунте для кактусов она у меня была гораздо крупнее даже в небольшом аквариуме хотя здесь рост у него корневая система адаптировалась хорошо но вот остальное роста произошел именно на жидких удобрениях вот такой вот тестовый аквариум аквариум небольшой 15 литров может я еще когда-нибудь что-нибудь потестирую будет место аквариум поставлю просто у меня тут все на столе стоит три аквариума тут один вот креветочник свет нигде уже не горит олдскульный аквариум вот тут как раз планируется аквариум с лягушками на этом месте ну теста они такие не всегда у идеальное что-то получается не всегда все работает нормально тест он на то и тест так что все равно ролик поддержите пусть такой тест недолгий получился всего два месяца ну смысла просто нет тестировать это уже получится тест жидких удобрений на жидких удобрениях которые я использую я использую самомеса ролик есть про эти удобрения на канале как это все делать то есть вы это все можете там увидеть на канале смысла я не вижу тестировать эти удобрения они работают работают нормально на них рост неплохой растений поэтому на этом как раз тестовый аквариум закрывается так что поддержите ролик спасибо вам за просмотр приходите на канал участвуйте в стримах которые тут проходят пишите комментарии задавать в комментариях вопросы успехов вам во всем и всех благ не прощаюсь